ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 в этом материальном мире. Это удивительное качество. Но если вы думаете, что через ламинированную иконочку Пресвятой Троицы вы получите меньше благодати, чем у иконы Троицы Рублёва в Третьяковской галерее находящейся, но тем не менее, вы сильно ошибаетесь. Бог есть Дух, дышит и где же хочет. Есть иконочка, нет иконочки. Закрой глазки и молись, никого, ничего не представляя, концентрируясь на словах молитвы, и будет тебе счастье. Только молитесь правильно. Прошу, но да будет воля Твоя. Дай, но если мне это полезно, не просто в земной жизни, она не лишит меня небесного царства. На земле облегчит мою жизнь, мою участь и поможет в загромной жизни. Собственно, молитесь правильно. И, конечно, занятно сказали. Если не молиться перед иконой, икона больше не работает. Много лет священникам вот именно такого формулировки еще не слышал. вот здесь есть небольшое ядро здравомыслия, потому что, если ты в своем домашнем иконостасе поставил сто тысяч иконочек, вот там, это с Святой горы Афон, это Святой горы Синай, это с Дивеева, это с Сергиевой лавры, это с Украины, это с Белоруссии, это с Грузии, и просто у тебя там огромное количество таких вот иконочек в тире духовных сувениров, и ты никогда не помолился ни перед одной из них, просто молишься перед общим иконостасом, но не прочитал ни разу ни молитвы, ни тропарь, ни Святой Нине, ни Тамаре, ни Александру Невскому, ни Даниилу Московскому, то есть иконочки есть, но ты не молишься этим святым на них находящихся, на них изображенных. Святой иконостас, моли Бога за нас. Вот как бы так и получается. То это тоже не есть правильно. У нас действительно просто домашний иконостас превращается в некоторое подобие церковной лавки. Иконы есть, но перед ними никто в данный момент не молится, разве что батюшка мимо пройдет и кадилом покадит эти святые изображения. Не превращайте свой дом в церковную лавку, молитесь действительно, ну хоть раз в год прочитайте в День памяти того святого, который изображен этой иконочкой тропарь и молитву. Я хорошо бы чаще читать, но просто я уже не ставлю каких-нибудь недостижимых целей. Вот лучше какие-нибудь простые цели поставлю хотя бы через через эту планку перепрыгнуть. Помогает нам Господь, а не просто икона. Вот. Сердце дай Богу твоему. Это важнее всех всесожжений и жертв. Жизнь своему посвятите. Все будет хорошо. И все в жизни, и в будущем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры